За прошедшие сутки авиационные удары вражеской авиации наносились в Харьковской, Луганской, Донецкой областях. А вот под артиллерийский огонь рашистской артиллерии попало около 100 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Херсонской и Николаевской областей. В зоне ответственности группы войск север, Волынское и Полесское направления, Здесь оперативная обстановка остается без изменений, она контролируемая и стабильная. На северском и слабожанском направлениях тут, к сожалению, есть на слабожанском применение авиации противникам, это Харьковская область, и обстрелы рашистской артиллерии вдоль всей границы Украины, по нашей территории. Кстати, уже в Сумской области есть отселение местных жителей из 5-километровой зоны вдоль государственной границы Украины. Это сделано с целью безопасности гражданского населения. Потому что очень сложно, я говорил, хоть наша артиллерия ведет контрбатарейную борьбу и пытается давить огневые средства врага, которые ведут огонь по нашей территории, это довольно сложное мероприятие. Плюс враг развернул, особенно, кстати, в Сумской области, враг развернул довольно активные попытки проводить диверсионно-разведанной деятельности, мы проводим, соответственно, контрдиверсионные меры. Вот такая вот на северском и слабожанском направлениях обстановка. Довольно сложная, но, в принципе, контролируемая со стороны Силы обороны Украины. Далее идет у нас зона ответственности оперативно-стратегической группы войск Хортица. Купинское направление. Здесь украинские защитники отбили 21 атаку. Все атаки были сосредоточены в основном в районе Синьковки и в районе Стельмаховки. Тут враг безуспешно, но все равно пытался в течение суток, 21 раз они пытались прорвать оборону наших войск. Успеха не имели, несут колоссальные потери в технике и личном составе, потому что здесь на Купинском направлении надо отметить, что враг больше применяет бронетехники, атакуя наши позиции, но при этом и несет большие потери. В отношении, как на Авдеевском или Бахмутском направлениях, я вам рассказывал, что там больше мясные штурмы, больше людские волны атак проходят на наши позиции. На Лиманском направлении тут были наступательных штурмовых действий, враг не проводил за прошедшие сутки. В основном ограничивались боевые столкновения позиционными боями и обменами артиллерийскими ударами. На Бахмутском направлении тут наши воины отразили 5 атак противника. В основном были попытки атаковать наши позиции со стороны врага. Это Богдановка, это Клещиевка и Андреевка Донецкой области. Далее у нас идет зона, но линия фронта на Бахмутском направлении за прошедшие сутки не изменилась. Далее у нас идет с вами зона ответственности группы войск Таврия. И открывает ее Авдеевское направление, где враг не оставляет попыток окружить город, перерезать все пути снабжения. Наши войска продолжают удерживать оборону, как в самой Авдеевке, так и на ее окраинах, особенно северной и южной. Силы обороны на северном фланге Авдеевки, в районе восточного Бахмутовки, Степнова и самой Авдеевки отразили 14 атак противника. При этом враг не имел успеха ни в одной из этих атак, понес довольно ощутимые потери и отступил на исходные рубежи. А вот на южном фланге количество атак было даже больше, 17. И они производились в основном недалеко от Первомайского и Невельского. Тоже враг успеха не имел, линия фронта осталась без изменений. Кстати, по отчетам нашего командования, на Авдеевском оперативном направлении стараются боеприпасами обеспечить артиллерию в полном объеме. Поэтому проблем для отбития атак у наших войск нет. Главное теперь это своевременно доставлять до огневых позиций артиллерии и до наших бойцов, с чем мы в принципе на сегодня и справляемся. А вот Марьинское направление, здесь Силы обороны продолжают сдерживать врага в районе Марьинки и Новомихайловки. Да, Марьинку мы продолжаем на северо-западе удерживать часть населенного пункта, небольшую, но удерживаем под нашим контролем. Ну и враг был не такой уже активный за прошедшие сутки. В 5 атак было со стороны рашистов, они пытались атаковать наши позиции, но безуспешно. На Шахтерском направлении тоже вдруг собрались силами вражеские войска и атаковали юго-западнее Старомайорского. Успеха не имели, понесли потери и отошли на исходный рубеж. Заборожское направление. Тут тоже были попытки, 3 атаки предпринял враг, это в районе Работиного и южнее Гуляй-Поля. 3 попытки предпринял враг атаковать наши позиции, но успеха не имел, понес потери и отступил. В общем, линия фронта на всех нам перечисленных направлениях осталась за прошедшие сутки без изменения. За неделю, да, есть там небольшой отход наших войск на разных направлениях, на незначительную глубину, но последние сутки ознаменовались стабильностью линии обороны. Ну и у нас в зоне ответственности группы войск Одесса остается, и это Херсонское направление. Здесь наши войны продолжают мероприятие по расширению плацдарма на левом берегу. Тишина в воздухе на запорожском направлении, нету кабов, нету тактической авиации. Видимо, они разбираются, как же теперь им там подниматься в воздух. Но на левом берегу активность боевых действий идет довольно высокая. 23 попытки штурма наших позиций, 23 попытки сбросить наш, ликвидировать плацдарм наш на левом берегу. Ну, получили довольно серьезный отпор, понесли потери и отошли на исходные рубежи. Кстати, сегодня мы будем еще говорить, там вишенки на торте, я вам приберег от Теплинского, это командующий расширской группой войск Днепр. Его признание в том, что он не может, не могут расширские войска переломить ситуацию, ликвидировать плацдарм на левом берегу. Не получается, даже уже об этом говорит командующий расширской группой войск. Далее, силы обороны Украины своими активными действиями продолжают наносить врагу и истощать вдоль всей линии фронта расширские войска. И, как мы уже говорили, это не может продолжаться бесконечно. Вот эти людские ресурсы, они даже в расширской федерации, без объявления очередной волны мобилизации, они могут скоро закончиться. И тогда придется менять стратегию ведения боевых действий. От атакующих действий переходить к оборонительным действиям. Авиация Силы обороны Украины за прошедшие сутки нанесла удары по 12 районам сосредоточения личного состава вооружения и военной техники врага. Также авиация уничтожила один состав с боеприпасами и один зенитно-ракетный комплекс противника. Силы и средства противовоздушной обороны Украины уничтожили два истребителя-бомбардировщика Су-34 и Су-30. Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили два района артиллерии врага и один пункт управления войсками противника. Ориентировочные потери расистской армии по итогам прошедших суток составили в личном составе 760 оккупантов, в технике и вооружении в танках 19 единиц, в боевых бронированных машинах 31 единица, в артиллерийских системах 33 единицы, в реактивных системах залпового огня 2 единицы, в средствах ПВО 2 единицы, в самолетах 2 единицы, в беспилотниках оперативно-тактического уровня 32 единицы, в крылатых ракетах 5 единиц уничтожено, ну и специальной технике 2 единицы. Вот такой вот урожай собрали силы обороны Украины за прошедшие сутки на всех оперативных направлениях и на линии фронта от Сватового до Олешек. Ну и как итог за неделю, вот генеральный штаб милитари-медиа-центр посчитал и за неделю с 18 по 24 декабря расширские войска понесли потери в личном составе 5650 человек. Это примерно равняется 11 батальонам, полк 3 батальона, основных 3 батальона. Вот можете посчитать сколько полков дивизии, в дивизии 3 полка уничтожено, но 5650 человек личного состава. В танках за неделю 79 единиц, это примерно равняется 3 танковым батальонам, 1 батальон, 31 танк. Боевых бронированных машин уничтожено 148 единиц, это примерно 4 батальона, 1 батальон, 34 боевых бронированных машины. Здесь включаются все категории, бронетранспортеры, боевые машины пехоты, боевые машины десанта, это все одна категория. Артиллерийских систем было уничтожено 157 единиц, это равняется 9 артиллерийским дивизионам. Ну, проще, образно говоря, это 3 артиллерийских дивизии было уничтожено, точнее 3 полка, извините, 3 артиллерийских полка или 3 бригады было уничтожено за неделю. 5 ракет и 5 самолетов. Вот такой вот урожай был собран нашими силами обороны за прошедшую неделю на всех оперативных направлениях и на линии фронта от Сватового до Олешек. Ну, а прежде чем мы перейдем к военно-политической обстановке, я хочу рассказать вам про Черное море. И очень интересно, опять отличилась служба безопасности Украины, и это заметили и даже на Западе. Кстати, последний телефонный разговор, который состоялся на прошлой неделе президента Украины и генерального секретаря ООН при всех его минусах, даже он, Гутерриш, отметил о том, что надо менять формат коридора зерновой сделки на формат транспортного коридора для развития торговли. В акватории Черного моря. Вот так оценены успехи со стороны ООН Украины в Черном море. Ну, и откуда же? Что это за успехи? И служба безопасности говорит нам о двух Sea Baby и Mamai. Два дрона. И если, допустим, дрон Sea Baby это сегодня многоцелевая платформа, которая может выполнять различные функции, и разведывательные, и ударные, то Mamai это дрон, чисто дрон-камикадзе, который несет на себе определенный груз взрывчатки и решает военные, сугубо военные задачи в акватории Черного моря. Кстати, рекомендую, вышла в сюжет военного корреспондента Андрея Цеплиенко, который рассказал там, кому видео нравится, более подробно. А так, вот, отвоевание акватории Черного моря идет практически полным ходом. Теперь мы закрываем воздушное пространство над Черным морем. Я имею в виду, вот, Су-24, сейчас Су-30, сбитый над акваторией Черного моря. Ну, а служба проводит успешные спецоперации, вот, благодаря таким, таким дронам. Кстати, Mamai, вот, самый быстрый объект, самый быстрый дрон, ну, наверное, правильнее будет сказать объект, потому что это вообще-то беспилотный, безэкипажный катер. Вот, он развивает скорость до 110 км в час, то есть, может преодолевать большие расстояния за довольно короткое время. У него достаточный запас хода на сегодняшний день, вот, и, соответственно, у него большущий, огромный заряд взрывчатки, несколько сотен килограмм. Ну, а C-Baby, это не просто дрон, как я уже сказал, это многоцелевая платформа, которую сегодня активно использует служба для решения различных задач. Ну, и, как говорит глава службы Василий Малюк, департамент и менеджмент службы показывает довольно хорошие результаты в плане не только проектирования, производства, но и в плане организации и проведения военно-морских операций вот с помощью этих дронов. Кстати, корабли Черноморского флота, как я и говорил, срочно перебазированы из оккупированного Крыма в Новороссийск. Да, действительно, подтверждаю, писали некоторые зрители в комментариях, что там новая база открыла, открыта, и, в принципе, туда все сейчас заходит из нашего украинского Крыма, временно оккупированного российскими войсками, черноморские, остатки черноморского флота перебазируются именно в Новороссийск. И именно благодаря вот таким вот спецоперациям, которые проводит в том числе служба безопасности, благодаря наличию вот этих морских дронов. Ну, могу только напомнить, что за 22-й год и 23-й, вот практически за два года, дрона атаковали корабли России в Севастопольской бухте. Тогда получили повреждения четыре военных судна, среди которых фрегат Адмирал Макаров, который, кстати, является, ну, назначен флагманом черноморской уже, наверное, флотилии, вместо затонувшего крейсера Москва. А в этом, в 23-м году, были поражены ракетоносители саму, Павел Державин, танкер СИК, десантный корабль Алилингурский Горняк, а также были нанесены повреждения крупному военному буксиру Николай Муру и новейшему разведывательно-географическому кораблю. Вот такой вот урожай, можно уже сказать урожай, это только на море. Я сейчас не беру то, что было поражено ракетами. Мы сегодня говорим только про морские дроны, которые разрабатывает и производит служба безопасности. Ну и надо отметить, вот как отреагировали морские дроны СБУ, высоко оценили международные партнеры Украины, прежде всего Соединенные Штаты. Атаки были в тех частях Черного моря, которые Россия называет безопасными. А это выдающееся достижение растущего флота так называемых морских малюков. Такую оценку морским дронам службы безопасности дал телеканал CNN. Авторитетно-американский ученый Тимоти Снайдер вообще назвал успех Украины на Черном море с самой большой победой нашего государства в 2023 году. Я скажу так, что это коренной перелом. Ну вот давайте так. Я понимаю, конечно, гражданские лица, но с точки зрения военной это коренной перелом в акватории Черного моря. Мы говорим о торговом коридоре. Уже не о зерновом коридоре, который обеспечивал вывоз зерновых культур из Украины для стран с проблемами в продовольствии. А сегодня мы говорим уже о торговом коридоре. Вот такие вот успехи, вот такие достижения благодаря появлению Sea Baby, морского малыша и морской малыш и дрона Камикадзе Мамай. Вроде как их двое, всего парочка, а какие дела вершат. Субтитры сделал DimaTorzok